Гномы, маленькие принцессы и даже мушкетеры собрались в новом актовом зале. Сегодня после реконструкции открылся корпус детского сада. Это второе здание нашего детского сада. И мы его назвали «Город мастеров». И мы будем прививать детям любовь к профессиям и профориентация с дошкольным возрастом. Хорошо, особенно мы мальчики, нам вообще положено это знать, мастерить и делать какие-то подделки. Нам очень даже нужно хорошей направленности. Есть у нового сада и свои изюминки. Сенсорная комната. Здесь можно рисовать картины песком, босиком пройтись по мягкому коврику и выучить название планет, которые показывает проектор. Ребята, нравится вам здесь в этом садике? Да. Красивый? Да. Игрушки хорошие? Да. Нам, конечно, хотелось бы, чтобы речь шла не только о том, что существует спальня и группа, а о том, чтобы все было для современного развития детей в каждом детском садике. И в новых, во вновь построенных, и в возвращенных, и в действующих. К началу следующего года в России должна быть ликвидирована очередь в детские сады для малышей в возрасте от 3 до 7 лет. В Самаре эта проблема полностью решена. Кроме того, ведется проектирование новых детсадов. Для них подбирают земельные участки. Мы очень рады, что нам удается, несмотря на сложную экономическую ситуацию, решать задачи, поставленные нашим президентом. В этом году мы открыли 2,5 тысячи детских мест по городу и выполнили задачу по обеспечению всех детишек в возрасте от 3 до 7 лет местами дошкольных учреждений. Особенно актуальна проблема строительства детсадов в Куйбышевском районе, где за последнее время появилось множество новостроек. Сейчас идет получение разрешительной документации для того, чтобы на строящемся микрорайоне Волгарь запроектирован садик на 240 мест. По плану только в Волгаре еще будет порядка 7 детских садиков. Ежегодно в Самаре планируют создавать 2000 дополнительных мест. И несмотря на рост рождаемости, садиков должно хватить всем. Валерия Макарова, Артем Сулайманов, События.